Новый день встречаем вместе с программой «Время новостей» в студии Ольга Сиротинская. Вначале коротко о событиях, которые готовятся освещать журналисты нашего телеканала. Сегодня волгоградцы вспоминают погибших в результате теракта на железнодорожном вокзале «Волгоград-1». 29 декабря 2013 года. Сегодня у мемориала пройдет памятная акция. В преддверии новогодних каникул волгоградские медики поделятся советами о том, как уберечь себя и своих близких от болезней. На улицах Волгограда и в самых оживленных его местах в предновогодние дни можно встретить Дедушку Мороза и его внучку Снегурочку. В образах сказочных персонажей поздравляют волгоградцев волонтеры. Об эмоциях юных жителей города при встрече с главным зимним волшебником и многом другом расскажут сегодня мои коллеги. А теперь к другим темам. В Волгограде подвели итоги работы за год в сфере молодежной политики. Молодые специалисты организовали более тысячи мероприятий по различным направлениям. От патриотического воспитания и волонтерства до искусства, досуга и спорта. Участие в них приняли несколько сотен тысяч волгоградцев. А самым ярким и масштабным событием уходящего года признан молодежный фестиваль 3-4. Он получил высокие оценки и от руководства региона, и от самих активистов. Десятки ярких локаций и тематических площадок. Интерактивы, конкурсы, мастер-классы и концерты. 25 июня в Волгограде состоялся самый масштабный молодежный фестиваль 3-4. Он объединил около 250 тысяч человек и оставил после себя яркий след. Самые высокие оценки на уровне региональной, федеральной власти. Но самое главное, этот фестиваль нашел горячий отклик в сердцах совсем еще юных людей. И мы понимаем, что мы должны продолжать эти традиции. Этот фестиваль должен быть первым, но далеко не последним. Идею провести в Волгоградской области первый после пандемии молодежный фестиваль весной этого года. На встрече со студентами поддержал губернатор Андрей Бочаров. Задачей организаторов было объединить молодых патриотов, создать условия и площадки для самореализации талантливых ребят. Цель достигнута. На торжественной церемонии награждения время первых, который состоялось в Волгограде в декабре, фестиваль 3-4 получил звание главного регионального события года. И безусловно, вся молодежь определила только одно событие – это Волгоградский молодежный фестиваль 3-4, который прошел впервые в этом году и собрал порядка 250 тысяч человек и молодежи нашего города. Мы врутили награду представителю организационного комитета Дарье Агафоновой и поздравили ее заслуженной победой. В Волгограде сегодня создают все условия для развития потенциала молодежи. Мнение школьников, студентов и начинающих специалистов учитывают при реализации приоритетных проектов развития в сфере благоустройства, формирования современной культуры и образовательной сферы, сохранение исторической памяти и многих других. Об этом важно знать заранее. В новогодние праздники больницы, поликлиники и колл-центры медучреждений региона перейдут на особый режим работы. С 30 декабря по 8 января волгоградские поликлиники будут принимать пациентов с 8 утра до 8 вечера. Районные больницы с 8 утра до 16.00. Будут работать инфекционные кабинеты и отделения. Перед главными врачами поставлена задача – организовать наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом и ковидом. Наблюдение может быть и дистанционным, но в случае ухудшения состояния госпитализация больного должна быть обеспечена. Также в праздники можно будет сделать прививку от коронавируса, получить льготный рецепт и открыть лист нетрудоспособности. В круглосуточном режиме продолжат работу травмпункты и станции скорой медицинской помощи региона. В центрах облаторно-онкологической помощи специалисты будут работать в одну смену. Ежедневно будут открыты и детские поликлиники. Графики работы опубликованы на сайтах медицинских организаций. А 4 и 5 января будет готов к приему доноров и областной центр крови. Компоненты крови медучреждениям региона будут выдавать в ежедневном режиме. Ежедневно с 8 утра до 20.00 будет работать и служба 122. Традиционно обширную новогоднюю программу подготовили учреждения культуры Волгоградской области. Премьеры спектаклей и концертов, десятки представлений, мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы и многое другое. Кстати, большинство из них будут доступны по Пушкинской карте. Так, новый экспериментальный театр в праздничные дни представит сказки «Снежная королева» и «Снега. Праздник и елку». Царицинская опера подготовила для юных волгоградцев новогодний мюзикл «Сто спасибо для Деда Мороза», а для взрослых концерты «Сон в новогоднюю ночь» и «Новогодний хоровод». И по традиции в зимней афише театра классический балет «Щелкунчик». В театре юного зрителя идут премьерные показы, сказки-комедии «Оловянные кольца», а также сказки «Морозка», которую расскажут веселые скоморохи. В областном театре «Кукол» тоже премьера. Новогодние приключения Маши и Вити. После спектакля зрители ждут игры, хороводы и танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Артисты молодежного театра подготовили премьеру музыкальной сказки «Летучий корабль». Также в афише спектакля «Снежная королева» и «Морозка». Новые приключения в Простоквашино покажут маленьким жителям гордой героя Волгоградском музыкальном театре. Даже планетарий представит повесть-сказку. Это будет история «Щелкунчики», который вместе со зрителями отправится в космическое путешествие по волшебным планетам. В Волгоградской филармонии также праздничный марафон. Новогодние программы подготовили и оркестр русских народных инструментов, и академический симфонический оркестр. Разнообразные акции, интерактивы и мастер-классы есть в новогодней афише музеев. Следите за расписанием. Все новогодние мероприятия для детей пройдут в традиционном очном формате. Накануне в ходе прямой линии губернатор Андрей Бочаров заверил, что безопасность маленьких волгоградцев будет обеспечена. Приятный подарок волгоградцам на Новый год сделала городская администрация. 31 декабря и 1 января проезд в муниципальном общественном транспорте для детей будет бесплатным. Такой подарок будет действовать для пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов. Плату не будут брать с пассажиров младше 16 лет. Также известно, что 31 декабря и 1 января работа общественного транспорта по основным муниципальным маршрутам будет продлена до часа ночи. Еще один подарок для пассажиров. На маршруты вышли празднично украшенные трамваи, троллейбусы и автобусы. Более того, с 28 по 30 декабря на улицах города можно будет встретить Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей, которые будут поздравлять горожан с наступающими праздниками. Под масками вы узнаете волонтеров городских молодежных клубов. Волгоградские профсоюзы продолжают активную работу по поддержке семей военнослужащих, участников специальной военной операции. 225 детей и их мам посмотрели спектакль и побывали на представлении с настоящей лесной красавицей и сказочными героями. Профсоюзные елки – традиция, о которой с ностальгией вспоминают сегодняшние родители, бабушки и дедушки, сопровождая на новогоднем празднике детвору. В этом году представления ФДК профсоюзов начались 23 декабря и продолжатся до 5 января. Сегодняшняя елка для детей, чьи родители выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Все меры поддержки на региональном уровне, которые были утверждены постановлением губернатора, они востребованы, они очень нужны детям, мамам. Которые в настоящий момент остались без папы, который выполняет долг и принимает участие в специальной военной операции. И новогодние елки, которые проводим и мы, профсоюзы, это тоже меры поддержки. И общественные организации, они тоже помогают. Каждый в меру своих возможностей. И поэтому новогодняя елка пусть для детей будет подарком. По решению президиума Булсовпрофа были приобретены билеты на спектакли «Сладкие подарки» для детей и семей мобилизованных волгоградцев. Предновогодним творческим подарком стал спектакль «Злюкинда» и «Новогодний карнавал». Его подготовили юные артисты и сотрудники Дворца культуры профсоюзов. Мы, артисты нашего спектакля, желаем в новом году крепкого здоровья. Это самое главное. Ну, побольше улыбок, меньше разочарований. Чтобы все было хорошо, чтобы мечты сбывались, чтобы все были здоровы. Это самое главное. Я желаю нашим зрителям самое главное исполнение желаний, здоровья, счастья и любви ко всем родителям. Особенно нравится маленьким зрителям выступление детского образцового ансамбля танца «Сюрприз». Представление всегда проходит с аншлагом. Это новогодняя сказка о вечных ценностях, о силе добра. Есть в сюжете и познавательная страница. Спектакль знакомит зрителей с традициями встречи Нового года в разных странах. Хотелось бы, чтобы дети всегда верили в лучшее, верили в сказку и помнили о том, что добро побеждает. Сразу после спектакля сладкие подарки и традиционный хоровод в фойе ДК у гигантской зеленой красавицы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В сказочные путешествия отправились и воспитанники Волгоградской школы-интерната номер 2. Вместе с главным зимним волшебником они побывали в настоящей сказке и нашли под елочкой заветные подарки. Организатором благотворительного марафона выступило информационное агентство Волгограда. Фрукты, сладости, настольные игры, спортивный инвентарь и множество других подарков принес в большом мешке телевизионный Дед Мороз. Вместе с Дуброй Снегурочкой и веселой Бабой Его и главный зимний волшебник подарил воспитанникам школы-интерната номер 2 новогоднюю сказку. Ребята побывали на спектакле по щучьему велению и от души повеселились на новогоднем утреннике с песнями, танцами, поздравлениями и, конечно, долгожданными подарками. Такие благотворительные мероприятия информационное агентство Волгограда проводит регулярно. Огромное спасибо всем сотрудникам муниципального телевидения Волгограда. Два дня вы нам посвятили. И вот после всех вот этих мероприятий хочется сказать, что сказка действительно существует. Подъехал шикарный автобус. 40 наших воспитанников посвятили театральное представление. В дороге их развлекали тоже Дед Мороз и Снегурочка. Добрым волшебником может стать каждый. При активной поддержке партнеров телеканал МТВ и газета «Городские вести» подарили праздник тем, кто особенно нуждается в волшебной сказке и новогодних чудесах. Какие сюрпризы подготовили для ребят сказочные герои? Смотрите в проекте «Путешествие в сказку» 31 декабря в 18.30 на телеканале МТВ. Снова напомню, что у нашего телеканала есть официальные страницы в соцсетях. Заглядывайте туда, будем рады гостям и вашим отзывам. Подробную ленту новостей найдете на информационном портале МТВ.онлайн. Полная коллекция видео для вас есть на ru-tube.ru. Обязательно подписывайтесь на наш канал в Дзене. Добрых вестей и берегите себя! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА